Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Вы смотрите передачи о мелочах из жизни. Существует такой анекдот, какого знака не хватает в правилах дорожного движения. Женщина за рулем, девушка и автомобиль, женщина за рулем, тема нашей сегодняшней передачи. И в этом чудо-явлении нам помогут автоледи Наталья Февралева и Олег Романов, руководитель филиала автошколы. Несколько лет назад женщина за рулем была редким явлением, но с годами представительниц слабого пола становится все больше. Олег, вот скажите, кого больше на обучении в автошколе, мужчин или женщин, или уже одинаковое количество становится? Я могу сказать по своим наблюдениям, в течение последних пяти лет женщины все же больше идут учиться. Допустим, грубо скажу, посчитал так сразу где-то групп 50 я лично выпустил, и только в трех группах женщин и мужчин было где-то 50 на 50. А так в основном женщин больше, бывает даже группы из 20 человек, в основном женщины 1-2 мужчины учатся. Поэтому я с уверенностью говорю, женщин больше учатся, женщин-водителей становится все больше с каждым годом. Так значит, на дороге скоро женщины просто заполонят дороги, да? Да, и если исходить из практики, из практического управления автомобилем на дорогах нашего города, то я скажу, что да, их больше-больше появляется. Чаще я вижу женщин за рулем. И, кстати, аккуратно водит. Да? Наталья, расскажите, когда вы получили права? Я получила в 2013 году, то есть получается 6 лет. На протяжении 6 лет каждый день я вожу автомобиль. Угу. Трудно вам это далось? Ну, не сказать, что трудно. По прошествии, наверное, вот в 6 лет, могу так сказать, в начале, возможно, были какие-то сложности, страхи определенные. Вот как раз у нас следующий вопрос. Вот какие страхи были у вас? Самый большой страх ульяновской водителя-автоледи, это, наверное, Пушкаровское кольцо. Я очень боялась этого места и очень долго объезжала всячески этот перекресток, потому что очень боялась вот этого вот кругового движения интенсивного. Ну и вообще большой поток машин сначала пугал, постепенно боролась вот со своими страхами. Я помню, что свои права я получила в 2009 году, и я очень боялась, когда мне нужно было переключаться с первой скорости на вторую, и со второй на третью для меня это был такой порог, и я со словами «Нет-нет, сейчас я доеду, я доеду все-таки до второй, до светофора». Почему-то у меня вот эта боязнь скорости переключения была. Наверное, от незнания, наверное, вот всей этой системы, я не знаю почему, но для меня это было очень сложно. Просто потихонечку проехать, все хорошо, но как только дело доходило до третьей и дальше, это было нечто. Вот скажите, Олег, какие страхи у девушек существуют, кто приходит на обучение? Ну, во-первых, только при обращении за обучением в автошколе, первый вопрос, а получится у меня? А вообще, я научусь управлять автомобилем, уже здесь начинают бояться. А когда начинается практическое вождение во время обучения инструктором по вождению, то чаще всего возникает боязнь вот начала движения, вот самостоятельно начать движение, вот бояться, неуверенность какая-то проявляется, ну и бояться, что не смогут анализировать дорожную обстановку. Я, знаете, что еще вспомнила, когда я сдавала уже, как это, на площадке, да, нужно было парковаться везде, у меня был совершенно другой автомобиль, не тот, на котором я училась, тоже механика, и я вот села в него, по-моему, это были Жигули, вот задний привод, шестерка, по-моему, и для меня это было нечто ужасное, я абсолютно села в этот автомобиль, я его не чувствую, я сделала все неправильно, просто из-за того, что я в панике, и вот какой-то совершенно неизвестный мне агрегат, и я напортачила там очень много. Много девочки делают ошибок? Ну, в общем-то, я бы сказал, немного, но встречается такой вопрос. А вы им даете автомобиль другой или тот, на котором они уже ездили? Ну, во-первых, многие приходят вообще первый раз за руль садятся, и редко, когда возникает вопрос, а на каком автомобиле надо учиться, а вот сдают экзамен на тех автомобилях, на которых учились. Наталья, у вас были трудности? Да, у меня так было, кстати, я сдала город только с третьего раза, парковку и теорию я сдала с первого раза. Теорию я тоже отлично сдала. Да, тоже отлично, и, значит, да, сдавала первый раз на своем автомобиле, на котором я обучалась, как сейчас помню, это был Рено Логан, вот. А когда уже повторно сдавала город, мне попался уже совсем другой автомобиль, это был Матис, я тоже уже другие габариты, другая машина, и второй раз я тоже по глупости не сдала экзамен, и третий раз я сдавала на Киа-Рио, и уже благополучно сдала город, подготовившись дополнительно, нанимала инструкторов дополнительно, потому что я начинала учиться с нуля, то есть у меня практики вообще не было никакой. Сразу в городе? Да, да, то есть сразу в городе, сразу опытные инструкторы со мной занимались, и пока я не достигла определенных навыков каких-то, да, хороших, я не сдала. Вам комфортно было с инструктором? Не было вот таких историй ужасных, когда после первого урока просто ты боишься уже дальше идти, садиться за руль? Нет, мне наоборот хотелось достигнуть эту цель. Единственное, у меня, конечно, при первых этапах вождения очень был большой страх, когда я выехала в город, я кричала практически, а он смеялся и говорил, что ты же едешь по своей полосе, я говорю, машина, машина, он говорит, он едет по своей полосе, чего ты боишься? То есть вам попался лояльный инструктор? Да, молодой парень был, и нам было легко общаться, хотя от возраста это не зависит, это зависит от человека, безусловно, его навыков. Олег, а это правда, что от возраста не зависит? Кто более лоялен из инструкторов? Да, ну, конечно, не зависит, это зависит от характера человека, в первую очередь, да, от его темперамента, вообще жизнелюбия, что ли, вообще, как он относится к людям. И к девушкам, в том числе, да, глупеньким за рулем, которые еще ничего не знают. Олег, вот существует ли женский автомобиль? Может быть, какие-то параметры должны быть, габариты, ну вот, скажем так, в кавычках? Я думаю, и не только я, вот, в разговоре иногда на эту тему с коллегами, на данный момент не существует. Какое-то время назад, несколько лет назад, думали так, что вот надо поменьше габарит, чтобы вообще там не видно ни капота было. А как же парковаться, чтобы легче было на маленьком авторе? Как будто бы сидишь в какой-то оболочке, они не в автомобиле, это, например, такой автомобиль, как Матис, Жук, там, разных модификаций. Нет, сейчас девушки легко справляются с достаточно большим дорожником, даже любят такие большие машины. Я бы единственное, что порекомендовал, если есть такая возможность, иметь автомат, коробку автомата. Сразу же? Да. То есть вы не из тех, кто считает, что сначала нужно, когда я училась, мне сказали, сначала ты должна научиться водить на механике. Если ты будешь водить хорошо на механике, ты уже сможешь на любой машине. Я вот в этом плане не договорил, я хочу сказать, учиться, да, надо на механике, а потом свой автомобиль иметь. Автомат. Да, но если есть возможность, автомат дороже, автомат дороже при приобретении, автомат дороже в эксплуатации, то есть если поломается, то ремонт его намного дороже. Да. Да, а так удобнее девушке будет. Но вы знаете, Олег, я могу сказать по своему опыту, что мне вождение на механике очень пригодилось. Когда-то я отучилась на механике, и у меня много лет были машины только автомат разные, но случились такие обстоятельства, когда мне вновь пришлось сесть за механику. И вы знаете, я довольно быстро адаптировалась. И я не представляю, если бы я сразу училась на автомате, и вот при сложившихся жизненных обстоятельствах мне нужно снова на механику. Это был бы большой стресс, мне нужно было бы сразу учиться заново. Я могу на этот вопрос ответить. Если бы вы сразу учились на автомат, то приобретя автомобиль с механикой, вам пришлось бы опять в автошколу идти. Да, вот я об этом и говорю. Да, поэтому кто на автоматы учится, они могут только на автомате ездить. Кто учится на механику, это считайте универсальное. Универсальное, да. В похлобной стиле, может человек ездить и на механике, и на автомате. Учите сначала на механике. Отличный совет. Наталья, вы сначала учились на механике? Ну, конечно. Ваш первый автомобиль какой был? А, училась я на механике, и, конечно, первый автомобиль у меня был тоже на механике. У меня была Лада Десятка. И избавилась я достаточно быстро от нее, по одной простой причине, отсутствие кондиционера. И нет гидроусилителя руля, мне было безумно тяжело парковаться, как сейчас помню. Но мне все говорили, обязательно бери механику и машину подешевле, для того, чтобы ты, если какое-то ДТП, то небольшие какие-то там вложения в дальнейшем были. Ну, я поняла быстро то, что мне нужен другой автомобиль. Взяла уже, конечно, автомат. Что это за автомобиль? Это был Opel Corsa. Правда, я не учла того, что литраж очень маленький, всего литровый двигатель был. И мне часто приходится ездить и на дальнее расстояние, и на трассе. Я поняла, что я просто не могу на трассе обогнать ни одну машину. И очень скоро тоже поменял автомобиль. Какой? Взяла Мазду Тройку. Эту машину я очень много лет водила, очень ее люблю до сих пор, потому что она очень скоростная. И вот именно на нее пришелся пик моей любви к автомобилю, когда я уже уверенно ездила за рулем. Но по прошествии какого-то времени я поняла, что хочу машину чуть повыше. Потому что на Мазде при всех ее плюсах я постоянно застревала зимой. Взяла сейчас уже кроссовер. Хочу сказать то, что вот этого перехода от одного автомобиля к другому буквально не было практически. Я села на тест-драйве в свой нынешний автомобиль и поехала, приобретя его сразу домой на ней. И больше уже не было никаких сложностей. То есть все. Теперь вы с кроссовера уже не хотите пересесть? Вот после кроссовера я поняла, может быть я изменю свое мнение, но на данный момент мне кажется, что я уже просто на седан или хэтчбэк, то есть на легковой обычный автомобиль я уже не хочу. Потому что автомобиль вместимый. Зимой я не застряла ни разу. Я могу заехать на бордюр. Это очень большие преимущества для меня. Особенно для девушки, да? Ну да, особенно в условиях парковки в нашем городе зачастую. А нет проблем с парковкой, несмотря на их габариты? Проблем с парковкой в центре есть всегда. Но если нужно заехать куда-то, как-то встать бачком. Парктроники в помощь, да? Ну, безусловно, не без этого. Плюс для девушек, если есть возможность, конечно, камеры заднего вида и парктроники спасают всегда. Да, сейчас, конечно, к хорошему быстро привыкаешь. Мне будет тяжело, если я сяду за автомобиль без парктроников и камер заднего вида уже, да. Надеюсь, мне не настанет такой ситуации, когда мне снова придется сесть на механику и на автомобиль без вот этих возможностей. И без кондиционера. Но вспомню, куда деваться. Я тут недавно для интереса села из автомобиля отца и говорю, дай-ка я попробую. Мне кажется, я уже заглохну, потому что много лет я уже не вожу механику. Вы знаете, нет. Вот, мышечная память, да, видимо, сработала, не заглохла, переключая скорости. Хотя был такой момент, когда поначалу я начинала водить от страха. Я могла все пушкаровское кольцо проехать на одной первой скорости, не переключаясь, потому что настолько у меня был большой стресс. Сжигала сцепление, в общем, всякое бывало. Хорошо. Олег, вот что должна уметь девушка за рулем? Или, не знаю, там колесо поменять, еще что-то? Ну, вообще-то, исходя из практики, буду говорить не из того, что работаю там, обучаю курсантов, а вот из практики вождение, потому что приходится ездить не только в городе Ульянский, в межгород. Не надо заморачиваться девушкам на устройстве автомобиля, изучать его досконально. Для этого есть специалисты. Потому что есть мужчины на дорогах, которые всегда помогут? Конечно, конечно. И даже поменять колесо мужчины помогут. А вот знать правила дорожного движения, совершенствия, управлять хорошо, аккуратно и иметь опыт управления, это вот обязательно нужно. Ну, знать, какое топливо заливается, бензин или дизельное топливо, чтобы не перепутать. Знать, где бензобак находится, как лючок открывается. То есть, самое элементарное? Да, самое элементарное. А как же масло поменять? Антифриз залить? Хотя бы знать, какое масло. Амувайку залить в нужный бак? Да, нужно, где хоть рычажок капота открывается, знать, и где заливается. Ну, то есть, колесо поменять девушка не обязательно должна? Или вы все-таки за дополнительную плату, может быть, обучаете этому? Ну, это, знаете, если ситуация складывается такая, я думаю, за редким исключением, может быть, и нужно, если есть еще желание. То есть, это не трудно, девушка, в принципе, сможет. Да, это не трудно, но глубоко лезть в устройство не нужно. Наталья, скажите, вот вы сталкивались со взаимовыручкой на дорогах? Ну, безусловно. Я уже сказала то, что я постоянно застревала на Мазде, это было повсеместно, и по несколько раз бывало за неделю. И хочу сказать то, что, ну, автоледи, наверное, легко в этом плане. Мне всегда приходили на помощь, ни разу не столкнулась я с тем, что никто не остановился помочь. Всегда много желающих и колесо там поменять, и вытащить, и застрявший, да, свой автомобиль. То есть, я считаю, что вот так же, как Олег, да, не нужно заострять внимание на каких-то технических моментах. Для этого есть специалисты, да, есть станции, которые там поменяют тоже масло, антиферес и так далее. Вот. А на дорогах есть всегда люди, кто готов помочь, ну, либо станции техобслуживания. Хорошо. У нас сейчас вот будет такая тема про ДТП. У меня есть статистика из ГИБДД. С января по март 2019 года зарегистрировано 171 дорожно-транспортное происшествие по вине водителей мужчин. И только 41 ДТП по вине водителей женщин. Олег, означает ли это то, что мужчин больше в ДТП попадают, чем женщин? Женщины более осторожные? У вас статистика за короткий период времени. А я вам могу сказать за предыдущий год, за 2018 год, 802 дорожно-транспортных происшествий по вине мужчин и всего лишь 163 по вине женщин. В 2018 год? Да. Это количество вам ГИБДД представило количество совершенных. Но надо посчитать еще, что у нас пока еще водителей мужчин намного больше. Вот такой статистики нет. Да, если в процентном отношении посчитать, все же девушки чаще попадают в ДТП, но вы девушки не переживаете, девушки попадают, но тяжких последствий в ДТП у женщин-водителей гораздо меньше, чем у мужчин. Потому что женщины водят все же аккуратнее. Ну а причиной тому, что все же попадают, это невнимательность чаще всего бывает. И где-то неопытность в управлении транспортных средств. Чаще попадают начинающие водители. Как раз вот я вернусь к этому вопросу. Хотелось бы сейчас спросить, Наталья, вы попадали в ДТП? Ну, по моей вине, слава богу, у меня не было ДТП. Единственный раз, два года назад, меня немножко догнали на светофоре. Вот. И долго мы разбирались со страховой компанией, буквально только недавно все это закончилось судом. По-моему, это года два у вас прошло, да? Да. То есть два года ушло на разбирательство? Ой, я могу ошибаться, возможно, чуть меньше двух лет. Чуть-чуть поменьше. Да. Но, получается, вам все компенсировали? Все ваши расходы, адвокаты? Ну, благодаря адвокату моему, да. Да. Есть такое даже мнение, что по своему желанию страховая компания в полной мере ничего не возмещает. То есть мне так сказали. То есть главное упорство? Главное специалист, который будет помогать в данной ситуации, да. Потому что мне изначально какую-то смешную сумму предлагала страховая компания, на что я была не согласна. Повреждения были незначительные. Но, допустим, тот бампер, который идет, пусть маленькая царапина, но он идет уже под замену. Вот. И поэтому мы сейчас вот отстояли свои права и возместили все. Угу. Здорово. Олег, подскажите, вот чем обучение вождению женщин отличается от обучения вождению мужчин? Ну, женщины, во-первых, я уже несколько раз говорил, опять повторюсь, женщины стараются аккуратно всему обучаться. Они желают знать попунктно все, что нужно делать. Вот. Пытливо спрашивают, задают вопросы, да. И это правильно, хорошо, они хотят все знать, не хотят иметь пробелов в обучении. Вот. Но больше боятся. Вот. Больше всего боятся, как я говорил. А они более медлительные за рулем? Не всегда. Не всегда? Нет, не всегда. Бывает, но не всегда. Да. Женщины, они как бы вот иногда чаще теряются, чем мужчины. Они более эмоциональны. Более эмоциональны и чаще теряются, когда в какую-то ситуацию попадает более сложную. Ведь зависит не только от самого обучаемого и инструктора, зависит от всей дорожной ситуации. Потому что, к сожалению, есть еще много нарушителей, которые создают необоснованные помехи, нарушают правила дорожного движения. А вот в правилах дорожного движения не написано, а что делать, если все вокруг правила нарушают? Как быть такой ситуацией? А что вы можете сказать, что делать в этой ситуации? Стараться максимум по правилам все совершать. Соблюдать дистанцию. Соблюдать дистанцию, да. Ну и от непотелых водителей подальше держаться. Не лезть на рожон. А вот вы учите своих подопечных тому, что вы держите дистанцию за одним автомобилем, но вы должны еще и смотреть наперед, что перед этим автомобилем, чтобы уже вы были наготове и спрогнозировали какую-либо ситуацию? Конечно, это и есть анализ дорожной ситуации. Конечно, обязательно. То есть не так, что просто мы едем на расстоянии одной машины. У нас все должно быть под контролем. Ну, это же элементарно, если водитель смотрит только перед капотом, конечно, он быстрее попадет в какую-то дорожную ситуацию. Еще какой-нибудь совет вы можете нам сейчас сказать, новичкам? Вообще, хотелось бы всем пожелать, кто хочет связать свою судьбу с автомобилем, обязательно надо учиться. Обязательно нужно пройти полный срок обучения в автошколе. И правила выучиться правилам дорожного движения, управлением транспортным средством. То есть вы говорите о том, что не нужно покупать права, да? Ну, я не знаю вообще, как это происходит. Покупает или... Да есть такие ситуации, например, девушка 18 лет выучилась, получила водительскую середину. Лет 15 не управляла автомобилем. Уже замужем, уже дети. Вдруг появилась необходимость, возможность управлять. Это же ноль. Надо заново учиться. И вот такие люди бывают опасны. Садятся в водительское уцеление. Есть. Оно только через 10 лет меняется. Ну, а обучаться у нас не обучается. Не экзамен, ГИБДД не сдают. И вот такому человеку лучше пойти. Все-таки учились. Да, учились. И правила меняются. Каждый год какие-то изменения, дополнения. А как же, если я получила права в 2009 году? Я же не открываю каждый год и не учу эти права. Получается, я тоже не обладаю уже многими знаниями. Ну, вообще-то нужно почитывать. Олег, после нужно обязательно, чтобы вы нам дали какую-нибудь ссылочку. Правила дорожного движения. Брошюрка стоит 20 рублей. Эй, даже не надо там в старых каких-то брошюрках какие-то пометки делать. Ворну купить новую. И пусть она в машинке всегда будет. А где ее нужно покупать? В автошколу идти или куда? Да нет. Брошюрки, правила дорожного движения в обычных книжных магазинах, концтоварах продаются. Где, в книжные магазины? И в киосках, наверное. Да в киосках Союз Печати запросто. Все, и у нас в киосках везде. 20-30 рублей. Наталья, вы каждый год обновляете знания по правилам? Честно скажу, нет. Да? Но основываясь на свою практику, наверное, сейчас больше, да, анализирую дорожную обстановку, смотрю на реакцию водителя. У нас есть такие перекрестки, например, где все систематически нарушают. Нарушают. Да, разъезжаются не теми бортами. И ты уже знаешь, как местный житель, да, эти перекрестки, соответственно, тоже приходится нарушать. Потому что, когда ты идешь по правилам, тебе уже начинают сигнализм показывать, ты что делаешь, ты неправильно ездишь. Олег, а вот еще хочу спросить у вас. Вот, а можете сейчас вот на вскидку сказать, что поменялось с 2009 года? Ну, какое-то вот добавилось там правило, так, чтобы мы все поняли. С 2009 года, ну, например, вот про известное Пушкаревское кольцо хочу сказать, что буквально вот почти год назад во всей стране все перекрестки с круговым движением сделали главной дорогой движение по кругу. Вот, с Пушкаревским кольцом этого не стали делать. Перед перекрестком, так называемым Пушкаревское кольцо, убрали знак круговое движение. Все остальные знаки оставили. Главная дорога считается Московское шоссе. Как бы вот огибает клумбы ту большую посередине. Потому что приняли решение такое, исходя из практики, если бы сделали круговое движение, то там ДТП бы больше. А так, на всех остальных перекрестках, не только Ульяновска и вообще всей России, круговое движение теперь стала главной дорогой. Теперь с октября 2014 года ряд изменений таких существенных были. Это обгон на пешеходном переходе запретили совсем. Если до октября 2014 года было в правилах написано, подъезжая к пешеходному переходу, если вы увидели, остановилось или притормаживает какое-то транспортное средство, вы должны убедиться, что перед этим транспортным средством нет пешехода и тогда продолжить движение. Сейчас строго-настрого это запрещено. Никакого опережения, никакого обгона на пешеходном переходе. Теперь выезжающие маршрутные транспортные средства, то есть автобусы, маршрутки, как мы их привыкли в Ульяновске называть, от места остановки маршрутных транспортных средств, все должны выпускать даже на вторую полосу, потому что может быть данный автобус объезжает другой автобус, который еще совершает посадку, высадку пассажиров, или оказалось какое-то неисправное транспортное средство на его полосе. И вот все другие транспортные средства должны выпускать, то есть имеет преимущество маршрутно-транспортное средство при выезде с места остановок маршрутных транспортных средств. Ну много других изменений, можно бесконечно перечислять. Поэтому берем обязательно книжечку и читаем. А вот скажите, Наталья, девушка за рулем абсолютно непредсказуема. Это стереотип или правда? Ну я считаю, что это стереотип в большей степени. По моей практике, по моему жизненному опыту, хочу сказать, на мой взгляд, самые худшие водители – это молодые, совсем молодые парни, видим, которые начали только водить или хачат на дорогах. И престарелые мужчины, которые, как правило, как Олег сказал, дальше свой капот и ничего не видят. Но это вот лично мое мнение, да, я могу ошибаться, конечно, но если я вижу, что кто-то грубо нарушает правила, это вот либо представитель этой категории, либо этой. Вот. Девушки есть, безусловно, разные экземпляры, так же, как и у мужчин, в принципе. Но я не считаю то, что женщины водят хуже мужчин. Многие добиваются таких мастерских, да, вот, уровней, что не уступают мужчине, на мой взгляд, ничему. Олег, ну вы, в принципе, уже сказали, да? Я согласен сто процентов, что, да, мне больше женщины водитель нравятся. Да, потому что они поспокойнее, да? Ну, как-то да, они меньше лихачат. Спасибо, это радует. Наталья, что пожелаете нашим зрителям, тем, кто хочет сесть за руль, может быть, боится? Не бойтесь, и больше практики, тогда все получится. Олег? Я бы хотел сказать, что вот, когда водитель женщин получил водительское сверение, не прятал куда-то его в кучу документов, дипломов своих, реализовал в самое ближайшее время, если нет своего автомобиля, значит, есть у друзей, у родителей, у брата, сестры и так далее, хоть понемножку, но чуть-чуть водили, а приобретя свой автомобиль, ездили аккуратно. Есть такое неофициальное определение, страшно первый год, а опасно 3-5 лет следующий, когда человек теряет страх. Вот здесь вот это время нужно спокойно пережить. Я думаю, что девушки с этим лучше справляются, чем учили. Я хочу пожелать вам учиться, набираться знаний и опыта, и тогда никакие страхи вам не страшны. С вами были Олег Романов, Наталья Февролева и Алла Дворецкова. Передача о мелочах из жизни. Увидимся с вами в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok